Когда мы должны говорить и на музыкальном языке, и, может быть, вот, ну, с моей стороны, вот, я знаком с этим служением больше как слушатель, и, может быть, ну, вот что-то вот, ну, так вот именно о музыкальном служении, с профессиональной точки зрения, вряд ли что-то смогу сказать. Я могу судить об этом служении как человек, который принимает это служение, и я, знаете, вот почему-то очень хорошо знаю, что это служение, оно делает со мной. То есть вот как я служу по этому служению, то есть что вот музыкальное служение, оно сделает с моим сердцем. Ну, вот у меня такая задача, у меня тоже есть буквально несколько минут рассказать именно о сердце служителя. То есть я не буду говорить о музыке или музыкальном, не буду говорить вот в профессиональных терминах о музыке, музыкальном служении, но вот слава Богу, друзья, что вот мне хотелось бы сказать именно о служителях. Дело в том, что мы действительно разделяем это служение, и проповедники, и музыканты, и певцы, то есть мы разделяем это служение. И вот я начну с этого вопроса, друзья, так кто же они такие? Кто мы такие и чем мы занимаемся? Вот те люди, которые непосредственно участвуют, к примеру, в течение утреннего богослужения, друзья, что можно сказать о нас, о тех, кто проповедует, о тех, кто поет, о тех, кто читает стихотворение? Я вот использую, как пример апостола Павла, братья и сестры, второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих, друзья. И так вот ответить на вопрос, так кто же мы такие, друзья, а не касаясь наших профессиональных характеристик, профессиональных качеств, друзья, кто мы такие? Проповедники, певцы, вообще вот кто мы такие? Посмотрите, друзья, Павел говорит, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Братья и сестры, вот кто мы. Мы с вами служители Нового Завета. Мы не просто ораторы, которые научились хорошо говорить, вдохновлять людей через очень мудрые какие-то слова, друзья. Мы не просто певцы, не просто музыканты. Братья и сестры, мы служители Нового Завета. Поверьте, друзья, этим много определяется. Этим очень много определяется. И позвольте мне вот за несколько минут, ну хотя бы в общем отметить сердце вот того, что же значит быть служителем Нового Завета. И почему Новый Завет, друзья? Вы знаете, вот в провозглашении Евангелия, в том, когда проповедуется Евангелие, и когда мы что-то понимаем о Евангелии, вот главным является преобразование и обновление сердца человека. То есть что такое Евангелие? В чем смысл Евангелия? В чем суть Евангелия? То есть к чему оно направлено, друзья? Вот главным в провозглашении Евангелия является преобразование и обновление сердца. И именно в этом вот подразумевает апостол Павел эту характеристику людей и себя, и своих спутников, как, ну простите, компетентные служители Нового Завета. Компетентные служители Нового Завета. Вот дело в том, что вот именно в основании Нового Завета, вот это заложено обетование, великое, чудесное, божественное обетование, обетование преображенного сердца. Окроплю вас чистой водой. Вы очиститесь от грехов ваших. От всех идолов ваших я очищу вас, друзья. Это обетование Нового Завета. Бог обещает, я поменяю ваше сердце. Я дам вам сердце новое. Друзья, это Новый Завет. Это по разрушению Евангелия новое сердце человека. Вы можете представить наше призвание, дорогие хористы, дорогие музыканты, дорогие певцы, дорогие проповедники, братья? Можете ли себе представить величие призвания, которым мы обладаем? Служители Нового Завета. А поэтому неважно, при каких обстоятельствах мы проповедуем Слово Божие, говорим ли мы проповедь, или, быть может, мы исполняем песню. Неважно, кому мы говорим, друзья. Друзья, это люди, которые только пришли в церковь, или люди, которые постоянно ходят в церковь. Друзья, если мы призваны быть компетентными служителями Нового Завета, наше служение всегда должно иметь в виду сердце человека. Вот теперь немножко о сердце. Вы знаете, это интересно, вот сравнить то, что мы сегодня с вами понимаем о сердце, и что Библия говорит о сердце человека. Ну вот, к примеру, в Священном Писании слово сердце в очень-очень редких случаях обозначает именно физический орган человека. А характерно, вот сердце означает центральное ядро, центр бытия и личности человека. То есть сердце – это какой-то глубоко сидящий элемент личности, который обеспечивает энергией и движущей силой все остальные способности человека. То есть вот ядро личности человека. Ну вот некоторые библейские тексты – только берегись, тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои. Вот Моисей проповедует и говорит, что вот что-то видели твои глаза, у тебя есть жизненный опыт дел Божьих. И посмотрите, он призывает, чтобы эти слова не выходили из сердца твоего. То есть Моисей понимал, вот если они будут в твоем сердце, если вот эти дела Бога, они будут в твоем сердце, не дай, чтобы они вышли из твоего сердца. Ну или знаменитые слова нашего Господа, друзья, от избытка сердца говорят уста. Сердце – это руководящий центр жизни. Еще интересно, друзья, что вот из множества слов, случаев употребления слова этого в Ветхом Завете, вот которые приводятся как «сердце», почти все относятся к человеку. То есть в отличие от Бога или каких-то других животных, существ. И знаете, вот если попытаться представить для себя антропологию Ветхого Завета, если попытаться представить для себя учение о человеке из Ветхого Завета, то главным термином Ветхого Завета, в учении о человеке, друзья, будет именно сердце человека. Вот что главное в учении о человеке из Ветхого Завета – это именно сердце. А вот, к сожалению, друзья, как западные люди, мы склонны не думать о сердце именно так, как говорится в Библии, в книгах Ветхого Завета. То есть мы склонны сегодня думать о сердце, как о центре эмоциональной жизни человека. То есть сердце для нас сегодня – это эмоции. Ну, друзья, вот вы на этой неделе отправляли кому-нибудь сообщение, и вот там в конце поставили сердечко. То есть мы сегодня с вами пользуемся вот этим языком и диаграмм в электронных сообщениях. И вот этот вот знак или символ сердца, с чем он тесно связан, друзья? Он тесно связан с эмоциями человека. И вот отсюда его использование в качестве символа, простите, романтической, мечтательной, но не любви Ветхого Завета. Любовь Ветхого Завета другая, друзья. Любовь Ветхого Завета – это способность человека принимать решения. А вот опять в представлении Ветхого Завета, вот если говорить о человеке, эмоции человека и разум человека, вот как раз-таки эмоции человека, они располагаются ниже. А вот сердце, оно как центр интеллектуальной энергии человека, он находится выше. И поэтому очень часто, друзья, вот в книгах Ветхого Завета слово «сердце» используется как синоним разума человека, воли человека, совести, ну иногда и привязанности человека. То есть сердце относится к основному направлению или характеристике жизни человека. Друзья, вот в этом смысле, если мы думаем, ну, к примеру, проповедовать или петь сердцу, то есть мы не имеем в виду прямое обращение к эмоциям как таковым. Ну в любом случае, друзья, вот даже если мы так с вами думаем, разум человека нелегко обойти. Разум человека нелегко обойти. То есть скорее, когда мы говорим о служении сердцу, друзья, вот о служении, которое воздействует на самое ядро, на центр личности человека, то есть служение к сердцу, оно оказывает влияние на всего человека, включая эмоции. Но делая это прежде всего посредством наставления и обращения к разуму. Вот позвольте мне напомнить вам еще одну идею, связанную со служением Нового Завета. И вот в общем, друзья, вот эту идею можно назвать это открытость. А вот служение Нового Завета, служитель Нового Завета, что это за люди, друзья? И вот в общем идею служения Нового Завета можно передать этим термином, это открытость. И вот как иллюстрацию я снова, конечно, возьму служение великого-великого апостола Павла, друзья, мы от него учимся очень многому, и как проповедники, я думаю, как музыканты тоже. И вот одна из ключевых нот, которую он постоянно подчеркивает, когда говорит о своем служении, друзья, она заключается в том, что его служению, вот к сердцу человека, служение Нового Завета, оно отличалось открытостью. Вот некоторые библейские тексты. Первое, друзья, оно отличалось открытостью служителя Павла, прозрачностью перед Богом. Вот библейский текст, 2 Кориффинам 5, 11. Итак, зная страх Господень, мы выразумляем людей. Посмотрите, он говорит, мы открыты Богу. То есть Павел понимал и нес свое служение так, что он открыт Богу. То, что мы есть, Павел говорит, открыто Богу. Следующее, друзья, вот служение сердцу, служение Нового Завета, служитель Нового Завета, оно подразумевает открытость любви, которая наполняет сердце служителя, любви по отношению к людям, которым он служит. Опять апостол Павел, друзья, вот 2 Коринфянам 6, глава 11 стих. Уста наши отверстие к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Павел говорит, мое сердце открыто для вас. Итак, в двойном контексте, вот его собственное сердце было открыто вертикально к Богу, друзья, и горизонтально к тому, кому он стремился служить. То есть открыт к Богу, открыт к людям. И следующее, друзья, служение к сердцу, оно обязательно имеет характеристику вот эту, это открытие истины. Открывать истину, говорить истину людям. Посмотрите опять 2 Коринфянам 4, глава 2 стих. «Отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину». Вот, друзья, это ключевое слово служителя Нового Завета, это открытость. Мое сердце открыто перед Богом. Мое сердце открыто к людям, которым я несу служение, друзья. И все это в контексте того, чтобы открывать истину, открывать священное Писание для людей. Таким образом, служитель, братья и сестры, хористы, он является открытой книгой в глазах Бога. Бог читает эту книгу. Служитель открывает целостность своей личности для совести и сердец своих слушателей. То есть люди, наши слушатели, друзья, они читают нас с вами. И в первую очередь, когда мы начинаем петь, берем в руки микрофон или выходим за кафедру, в первую очередь люди видят человека. То есть люди читают нас с вами как книгу. И мы очень хотим, чтобы вот эти вот слушатели, которые мы несем в служение, друзья, а вот чтобы они тоже начинали открывать свои сердца по отношению к Богу. Вот я думаю, Коринфянская церковь, какой бы ни сложной была она для апостола Павла, вот Павел пишет им об этом, и он говорит, что вы знаете, вы знаете, что во мне это было. То есть вот эти вот отличительные черты – это были в служении Павла. Друзья, вот эта вот открытость, открытость к Богу, открытость к слушателям И вот это вот открывание истины, это то, что делает, несет плоды и силу служения. Вот что несло плод служения апостола Павла, вот эта вот открытость. Проповедь к сердцу, друзья, или служение к сердцу, таким образом, не просто вопрос техники, а вопрос стиля. Если для проповедников это вопрос гомилетики, друзья, эти вещи, они имеют место, имеют значение. Но более фундаментальным, более существенным для служителя является тот факт, что в его собственном сердце, друзья, что-то произошло. В его собственном сердце что-то произошло. Оно было открыто перед Богом его Слово. И Бог, в свою очередь, коснулся этого сердца, и я теперь, в свою очередь, открываю свое сердце перед теми, кому я служу. И вот в этом, в этом контексте наша цель состоит в том, чтобы вот так открыть истину Божьего Слова, чтобы сердца слушающих были открыты по вертикали к Богу, чтобы сердца слушателей открывались друг к другу. А вы знаете, вот именно этим отличались вот проповеди, пророческие слова. Помните, вот в послании, в книге пророка Исаия записаны такие слова «Говорите к сердцу Иерусалима». То есть, если будете говорить, говорите к сердцу Иерусалима. А между прочим, вот Павел это хорошо понимал. И вот помните, в послании Коринфян опять описывают такую ситуацию, когда вот вы собрались вместе, как церковь, и у вас идет богослужение, и на это богослужение приходит неверующий человек. Друзья, помните, вот если все открыто, если наши сердца открыты к Богу, если наши сердца открыты друг к другу, если вот в этом контексте открытости друг к другу и к Богу открывается истина, друзья, что произойдет с неверующим человеком, когда он приходит в церковь? Его сердце открывается. Помните, друзья, да? Открываются, когда все пророчествуют, войдет неверующий или незнающий, он всеми обличается, всеми судится. Таким образом, тайны сердца обнаруживаются, он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет истинно своим Богом. Друзья, вот здесь ощущается присутствие Бога. А вы знаете, вот говорят же так иногда, что бывает скучное богослужение. А вот скучное богослужение бывает тогда, когда здесь Бога нет. Вот в Библии нет таких случаев, чтобы человек повстречался с Богом и ему стало скучно. Друзья, когда Бог присутствует, когда Бог посещает, скучно не бывает. И вот наша цель, друзья, вот в служении, вот именно явить живое Божье Слово, вот чтобы здесь, ну чтобы наше служение посетил Господь, тогда скучно не будет. Вот тогда Господь вот коснется сердца. Друзья, вот последние две маленькие идеи, я думаю, вот потребность вот в таком служении, именно служение к сердцу, оно вот ощущается повсеместно. Я думаю, наши сердца, друзья, вот вообще как вот слушатели, как участников служения с другой стороны, да, которые принимают это служение, они понимают, что вот как вот оно нуждается в сердце какой-то пище. То есть мы вот, оно нуждается вот в пище, чтобы нас напитали, чтобы мы вот пришли на богослужение, да, и ушли отсюда мы не голодными. Вот чтобы, может быть, решить какие-то наши вопросы, какие-то проблемы, да, друзья, чтобы вот что-то произошло в моем сердце, друзья. Вот этого сегодня очень сильно не хватает. И вот знаете, вот еще в чем ключ? Вот мне кажется, вот есть один недостаток вот в служении проповеди, в служении музыкантов, друзья, это когда человека делают большим, а Бога делают маленьким. Должно быть наоборот. Должно быть наоборот, друзья. Наше служение должно делать Бога большим, а человека маленьким, потому что это путь благодати. Путь к великому, к путь большому, он всегда через унижение. И вот это очень важное служение, то есть вот знаете, вот настолько вот понимать то, что мы делаем, понимать то, что мы говорим, вот чтобы вот наше служение, наши слова, которые мы передаем в песне или в проповедь, друзья, чтобы они сделали Бога большим, а сделали человека маленьким. Вы знаете, когда это происходит, друзья, когда мы начинаем правильно пользоваться Писанием. Правильно пользоваться Писанием, потому что у Писания есть такая очень важная характеристика, друзья. Вы помните, Павел говорит, что оно полезно. То есть когда мы используем Библию вот в проповеди, в песне, когда мы используем Библию, вот, ну, хорошо, доктринальные песни, друзья, утвержденные доктринально песни, То есть, оно будет производить свое дело. То есть, Библия, она полезна. Она полезна, она может что-то делать в нашем сердце. Конечно, друзья, служение, вот любое, особенно, и тоже музыкально, включая, друзья, оно включает в себя преподавание. Оно обязательно включает в себя преподавание. Последнее, что обращаю внимание, друзья, это пафос. Ну, конечно, вот у этого слова есть такое общее принятое значение. Это эмоциональность человека, который что-то делает. Это вдохновение человека, идеи. Но иногда вот само значение слова подразумевает не искренность, а, друзья, наигранность, актерство. Вы знаете, вот у этого слова пафос есть и очень узкое значение. Вот значение, которое, я думаю, очень важно для служителя перенять. То, что это такое пафос, друзья, это не эмоции ради эмоций. Это не просто эмоциональность, да, вот, или вот что-то, вот, какая-то вот чрезмерная выразительность, друзья. А вот, скорее всего, это передача настроения. Вот то настроение, которое у меня есть в сердце, передать другому. Вы знаете, в каком смысле? А в том смысле, чтобы вот, что же это за настроение, которое мы хотим передать, друзья? Это настроение грешника, который слушает проповедь Евангелия. Вот что мы должны передать своими чувствами, своими эмоциями, друзья. Настроение грешника, который слушает Евангелие. Еще раз хочу сказать, друзья, для такого важно, чтобы вот в нашем сердце, в первую очередь, что-то произошло. То есть мы не сможем передать силу чего-то, если этой силы нет в нас самих. Пусть Бог благословит нас с вами и благодарность брату за ваше служение, за слова, которые мы могли услышать. Я думаю, мы услышали очень-очень драгоценное. Слава Богу за ваше служение. Слава Богу. Аминь. Аминь.